Здравствуйте! Сегодня пятница, а это значит в эфире новости ТНД. И сегодня в выпуске мы расскажем о наиболее заметных событиях уходящей недели. И в начале программы коротко о главных темах. Все, что нужно знать о коронавирусе. Симптомы, диагноз, лечение. Будьте во всеоружии. В ТНД подвели итоги конкурса «Рождественская торговля». Крутые повороты, заносы, скорость и адреналин. В столице БАМа состоялись соревнования «Холодные гонки-2020». Им подчиняется огонь. Они умеют управлять светом. 25 лет рок-группе «Азазела». Выступление гнесинцев. Тынденцы не оставили без внимания культурные мероприятия города. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Больше всего заболевших в Китае. Однако случаи заражения зафиксированы и в России. В Амурской области заболевших не зарегистрировано. На территории Амурской области данное заболевание до настоящего момента не было зарегистрировано. Все граждане Китайской Народной Республики, которые выезжают из Китая по временным коридорам, они помещаются в пункты изоляции на 14 дней на срок инкубационного периода. Основными симптомами коронавируса являются сухой кашель, затрудненный дыханием, высокая температура, озноб и слабость. Необходимо соблюдать профилактические меры и прислушиваться к первым симптомам организма, а не аналогичным симптомам обычного гриппа. Симптомы коронавирусной инфекции абсолютно не отличаются от любых симптомов острого респираторного заболевания. Оно протекает точно так же. Это температура, это кашель, это боль в мышцах. Но единственное, на что следует обратить внимание, это на наличие контакта с больным коронавирусной инфекцией или в течение 14 дней до заболевания посещения Китайской Народной Республики. Меры профилактики – это ношение масок в людных местах, то есть в местах большого скопления людей, затем обязательная гигиена, мытье рук, ну и больше находиться на свежем воздухе. Те же заболевания зависят от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, которые богаты белками, витаминами и минеральными веществами. Не забывайте про физическую активность. Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями. В настоящее время наше учреждение на случай возникновения данного заболевания мы полностью готовы. У нас имеются места для изоляции таких пациентов, то есть стационарий. Мы можем изолировать данных пациентов, чтобы не было угрозы распространения данного заболевания. И необходимые средства индивидуальной защиты. С 1 февраля у амурских льготников увеличилась стоимость набора социальных услуг. В настоящее время в Преамуре проживает более 74 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на получение набора социальных услуг. К ним относятся участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших участников Великой Отечественной и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. В набор социальных услуг входят три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составит 1155 рублей 6 копеек в месяц. Из них 889 рублей направляется на лекарства, 137 на санаторно-курортное лечение и 127 на проезд. С 1 февраля во всех школах при Амуре начался набор детей в первый класс. Сначала с 1 февраля по 30 июня общеобразовательные учреждения примут ребят, которые проживают на закрепленной за ними территории. Если же родители хотят записать ребенка в школу, которая не относится к его месту жительства, то им придется подождать до 1 июля. Подать заявление родители могут в общеобразовательных организациях, а также через электронный портал. Чтобы понять, к какой именно школе относится ваш дом, нужно ознакомиться с приказом о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района или городского округа. Такой приказ в обязательном порядке должен публиковаться на сайтах школ. С 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. Согласно правилам благоустройства, владельцы зданий, домов, строений или организаций, обслуживающий их, обязаны обеспечить наличие на зданиях номерных знаков и указателей номинования улиц установленного образца. Согласно порядку присвоения, изменения и аннулирования адресов, осуществляется правовым актом администрации города. Недопустимо самостоятельно присваивать и изменять адреса. За нарушение правил благоустройства граждане, юридические и должностные лица могут быть привлечены к ответственности. В порядке, которое установлено Кодексом Российской Федерации и Законом Амурской области об административной ответственности в области. Дополнительную информацию можно получить в отделе архитектуры, капитального строительства и градостроительства. Контактные телефоны 58 433, 58 455 и 58 449. Авиакомпания «Сила» объявила о снижении цен на авиабилеты на весь февраль. Количество билетов по промо-тарифам 4500 рублей ограничено. Приобрести билеты без сборов и комиссий можно у технологов авиакомпании, а также в сети интернет. Адреса вы видите на своих экранах. Норма бесплатного провоза погажа – 10 кг, ручная кладь – 5 кг. Разрешен провоз лыж и сноуборда в чехле. Сумма трех измерений – не более 203 см. Напомню, рейсы тында «Иркутск» выполняются по средам и субботам. Вылет в 10.20 местного времени. Подведены итоги ежегодного конкурса «Рождественская торговля». Напомню, он проводился с 18 по 30 декабря 2019 года. Участниками стали предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Им необходимо было празднично оформить залы, фасады зданий и прилегающих территорий. Тематически оформить витрины, сервировать столы, составлять праздничное меню и блюда. А также готовить новогодние подарки. Хочу от души поблагодарить вас за то, что вы действительно создали новогоднюю сказку в нашем городе. За то, что вы порадовали и ребятишек, и взрослых, и пожилых людей. Надеюсь, в следующем году у вас будет еще больше. Мы в программу конкурсную включим дополнительный бонус «Приведи друга». Давайте через год встретимся в более тесной и более большой компании. Спасибо еще раз большое. В мероприятии приняли участие 33 конкурсанта. В каждой номинации отметили лучших из лучших. Среди предприятий общественного питания дипломом третьей степени награжден коллектив «Кафе Восточный Каприз». Второй – «Кафе Берлога». И победил в этой номинации коллектив «Кафе Стритфуд». Среди предприятий бытового обслуживания места распределились следующим образом. Третье место – гостиница «Таежная». Второе – медицинский центр «Мой доктор». И первое – рекламное агентство «МТ Дизайн». В номинации среди торговых центров города второе место жюри присудило торговому дому «Апельсин». Первое – «Эффектум». Диплом второй степени среди отделов торговых домах или центрах наградили отдел мужской одежды «Консул». Первый – отдел «Другие сладости». Дипломом третьей степени в номинации среди предприятий продовольственной торговли заслужил магазин «Флагман». Второе место поделили магазин «День и ночь» и магазин номер 320 «Кулинария». Первое место присуждено магазином «Флагман». В номинации среди предприятий непродовольственных товаров «Арталюкс» – третье место. Обувной на фестивальное – второе. И детский город – первое. Дипломы «Народное признание» за лучшее уличное оформление прилегающей территории и большой вклад в повышение качества и культуры обслуживания потребителей получили коллективы магазинов «Экспресс», «Флагман» и «Краюшка». Им покоряется огонь и свет. В стенах молодежного центра «Гармония» действует объединение «Театр света и огня». Пополнить ряды ребят может каждый желающий. В стенах молодежного центра «Гармония» подростки могут найти себе занятие по душе. Здесь действуют различные объединения по интересам. Театр огня и света «Акайрюм», что в переводе означает «красный дракон», одно из тех мест, где можно провести досуг и подружиться со светом и огнем. Ребята работают в нескольких направлениях. В первом плане идет огненное шоу, а потом уже световое. То есть флаги – это уже как дополнение. Номера ребят всегда можно увидеть на различных городских праздниках и мероприятиях. Тренируются они по три раза в неделю. Оттачиваем мастерство покорения огня и работу с инвентарем. Для непосвященных – неизвестные слова. Для участников театра – пои, факелы, метеоры, стаффы, вееры. Роб-дарты – это просто предметы работы. Когда работаешь с огнем, звук огня привлекает. И ощущения другие, и получается, и смотрится оно по-другому, чем световое. Это, конечно же, опасно, потому что огонь не всегда считался опасным. Там, в принципе, наверное, всплеск адреналина. И даже не знаю, как объяснить. Реквизит для выступлений не из дешевых и не из легких. Например, пои могут быть как легкими, так и довольно тяжелыми. Например, самые большие кометы достигают до 300 грамм. А при тщательной пропитке керосином или бензином их вес удваивается. Кажется, полкило не так много. На самом деле, вращать такой вес на 70-сантиметровой цепочке в течение длительного времени, да еще выполнять различные фигуры – это очень сложно. Укрепляет мышцы рук и спины. Сейчас ребят в группе всего четверо. Но они с удовольствием примут в свои ряды новичков, которые желают познакомиться с огненной и световой стихией. Огонь и свет диодов разные по природе, но яркий свет – пламя. Играть в ней от света и огня в совокупности с музыкой и танцевальными движениями завораживает человека. И если ты целеустремленный, ответственный и готов погрузиться в атмосферу культуры одного из древнейших искусств мира, тебя ждут в стенах молодежного центра гармония. Евгения Пащенко, Евгений Пилипенко. Новости Тынды. В Тынде прошел концерт под названием «Нью балалайка». Перед тындинцами выступили выпускники детской музыкальной школы Тынды. А ныне – учащиеся знаменитой Гнесинки. Братья Андрей и Никита Говоровы. А сейчас мы приглашаем нашу акулу, акулу мышных сердец, сейчас поймете, почему это я сказал, Астропецова из Куала. Им аккомпанировала концертмейстер кафедры струнно-щипковых инструментов и кафедры дирижирования народным оркестром имени Гнесиных Нелли Пчелинцева. Это трио уже не первый раз приезжает в Тынду. Их выступления всегда проходят при полном аншлаге. Андрей и Никита Говоровы – лауреаты многочисленных международных и всероссийских конкурсов. Обладатели медалей различных степеней молодежных дельфийских игр России. В настоящее время Андрей и Никита обучаются в Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2020 году Андрей оканчивает магистратуру, а Никита – бакалавриат. Четвертый год Никита получает грант президента России. В этот раз артисты привезли в родной город новую программу, но не изменили своим традициям, подарив ценителям музыки, звучания, мировой классики, шопена, погонения и других. Композицию «Гори, гори, моя звезда» Никита подарил своему первому преподавателю, заслуженному работнику культуры Амурской области Надежде Климчук. 2.02.2020 в городском дворце культуры Русь состоялся юбилейный концерт рок-группы «Азазела». В концертной программе приняли участие учащиеся детской музыкальной школы, стипендиат губернатора Амурской области, серебряный призер «Дельфийских игр России» Валерия Прокопенко, лауреат гран-при межрегионального конкурса «Серебряная флейта» Снежана Джоджишвили, Анна Тащенкова, Ульяна Джоджишвили. Девочки исполнили композиции современных авторов. Девочки исполнили композиции «Серебряная флейта» Снежана Джоджишвили. Девочки исполнили композиции «Серебряная флейта» Снежана Джоджишвили. Точкой начала истории группы «Азазела» считается, когда бывшие музыканты из группы «Морг» решили записать накопившийся материал, который не вписался в рамки жанра трэш-метал, который они исполняли на концертах в составе этой группы. В 2000 году был записан альбом «Ступени наверх», который уже годом позднее, в 2001 году, был выпущен на французском лейбле под англоязычным названием. В 2004 году группой был записан очередной русскоязычный прогрессивный рок-альбом «Седьмое небо», в 2006 альбом «Двери рая», в 2011 преображение и в 2013 мега-дрим. А в феврале 2015 года лидер группы Александр Кулак объявил о завершении творческого проекта «Зазела». ПЕСНЯ 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 Спустя пять лет, в декабре 2019-го, в интервью информационному агентству «Аморинфо» лидера «Зазела» сообщил, что рок-группа решила вновь объединиться и отметить 25-летие концерта. Цитата «Много лет не играли, а сейчас глаза у мужиков загорелись. Прям восторг такой, решили что-то написать, сочинить новое», поделился Александр. И концерт состоялся 2 февраля в городском дворце «Культуры Русь». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Холодные гонки 2020 в Тенде прошли соревнования любителей скорости, экстрима и драйва. Все подробности в нашем следующем материале. Автомобильные соревнования «Холодные гонки» прошли на льду реки Тында. Участников и гостей приветствовали председатель Тындинского спортивно-технического клуба «БАМ» Тимофей Синюшкин, председатель Тындинского отделения ДОСААФ Михаил Мишин и начальник управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта администрации Тынды Вячеслав Машейко. С имени администрации города Тынды приветствую всех участников гонок. Респект организаторам, уважение участникам. Соревнование называется «Холодные гонки-20». Я желаю вам жарких гонок, честных гонок и удачи. Подобные мероприятия проводятся спортивно-техническим клубом «БАМ» уже в пятый раз. В этом году местом проведения гонок был выбран другой район. Место выбрано новое в связи с тем, что на прежнем месте мы когда проводили, там оно было замечательное, место хорошее. Но ввиду погодных условий там пошла у нас уже наледь, и поэтому нам пришлось перенести. Ну и мы, я считаю, что выиграли наоборот эти места, потому что для зрителей в первую очередь открывался замечательный вид. Мы сейчас находимся как раз на пляжной зоне. Из пляжной зоны просматривался почти что весь трек. Зрители и болельщики наблюдают сверху, и было все как на ладони. В соревнованиях приняли участие тындинские автолюбители и 9 экипажей из республики Якутия города Нерюнгри. Всего 22 участника. Соревнования проводились, как обычно, в трех классах. Среди переднеприводных, заднеприводных и полноприводных автомобилей. На брифинге мы посчитали, у нас получилось в двух классах 7 человек. Ну, дабы, чтобы мы провели замечательное наше мероприятие по сетке, соответственно, на выбывании. И ребятам нужно было откатать. То есть, самое слабое звено, это кто седьмой по времени, он не попадал в сетку нашу. Сетка у нас состояла из топ-6 в двух классах. И, соответственно, в третьем классе топ-8 был. Получается, сетка по топ-8 катали. Прошло все замечательно. Покатались ребята хорошо, вдоволь. Всем понравилось. Затяжные повороты, различные маневры, максимальная скорость и драйв. Автолюбители преодолевали дистанцию по подготовленному замкнутому треку общей длиной 1 км 900 метров. Надо отметить, это самая протяженная трасса за годы проведения автомобильных гонок. Заезды проходили по кругу. Карусельного типа на старт выезжали два автомобиля участников. И по команде судьи осуществляли старт и финиш. В итоге в каждом классе определилась тройка лидеров. Среди водителей переднеприводных машин третье место занял Александр Босов из Нерюнгрим. Второй от Инденица Дмитрий Зеленский. Победа за Иваном Семыкиным. Во втором классе задний привод. Лидирующие позиции заняли гости из Якутии. Бронза у Павла Иванова. Сереброн у Анатолия Сидорова. Золото завоевал Павел Макушкин. И в третьем классе полный привод. Третье место занял Геннадий Ксенц из Тынды. Второе – Илья Барков. И победу одержал нерюнгринец Анатолий Пермяков. Сейчас участники СТК БАМ уже готовятся к новым соревнованиям. Ближайшие пройдут 15 и 16 февраля. Автоледи – это традиционное мероприятие, чтобы женщины тоже не скучали, а могли, соответственно, показать свои умения и владения автомобиля. Вот это будет 8 марта. Микроангбельники – бывшая воинская часть. Соответственно, уже трек разработан. Уже готовы чертежи. Всех женщин хочу пригласить, девушек, женщин, автолюбительниц. Получасы в данном мероприятии. Ну и, конечно же, у нас будет еще замечательное мероприятие. Будет проходить 15 и 16 августа. Это внедорожные соревнования «Битва титанов» 2020 года. Это, соответственно, джип-спринт, который мы проводим на новой таежке. Пока с локацией не меняем ничего. Но если будут какие-то изменения, соответственно, знакомьтесь, читайте, и мы обязательно оповестим, известим. Евгения Пащенко, Евгений Пилипенко, новости Тынды. Предстоящие выходные обещают быть для тындинцев и гостей города насыщенными. В кино можно будет посмотреть такие фильмы, как «Хищные птицы», «Потрясающая история», «Харли Квинн», «Кома» и «Марафон желаний». Маленьких зрителей приглашают на просмотр мульт в кино «Снежное настроение». И маленьких тындинцев приглашают во дворе скульптуры «Русь». В 13 часов здесь начнется игровая программа «Маришкин дом». А в 16 часов театральная студия «Лик» приглашает на просмотр спектакля «Роза» от «Феи Долорес». В субботу, 8 февраля, пройдет первенство спортивной школы по самбо, посвященную Дню защитника Отечества. Соревнования начнутся в 10 часов. И на сегодня это последнее сообщение. Выпуск новостей для вас подготовили Евгения Пащенко и Евгений Пилипенко. До встречи в следующую пятницу и хороших вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!